2002 год. Это была первая дискредитация автономии. Я про себя не буду говорить, потому что я прошел через коммунистические 8 уголовных дел, в КПЗ закрывали меня, при коммунистах. Но политика, что была при коммунистах, что при демократах, я никакой разницы не почувствовал. Понимаете? По отношению и к себе, и к автономии. Политика была одна. Сейчас партии пошли дальше. Они создают свои кланы по всей территории Молдовы. Это касается не только Гагаузии, по всей территории Молдовы. Вот пример. Конкретно, чтобы не говорили, что я сгущаю краски. В городе Чедерлунга Молтелеком работает руководителем Богдана Петра Петровича. Человек 30 лет отдал этой отрасли. Профессионально подготовленный, грамотный, толковый человек. Его с этой должности увольняют, набирают туда человека. И это квота демократической партии. Все знают, что во всей Молдове Молтелеком должен руководить член демократической партии. Ставят человека демократической партии, не имеющего специальности, связанные со связью. Первое, что он делает, вывешивает флаг демократической партии и отдает офис там, для этой демократической партии. Вот что мы наблюдаем в Молдове. Это демократия? Это такую Европу нам хотят дать? Я в такую Европу не хочу. Я со всей ответственности говорю, что формируются целые кланы. И эта раковая опухоль поражает наше общество и говорит о том, что мы идем в Европейский Союз. Сегодня я боролся с коммунистами, понимаете? Я боролся с коммунистами и получил 8 уголовных дел от них, и вырванные годы жизни я получил от них. Я не вижу сегодня никакой разницы в мышлении, в подходах. Я не вижу никакой разницы. Совсем недавно в городе Вулканяшты проверили одну валютную кассу. Валютная касса работает под крышей одной политической партии. В этой валютной кассе обнаруживают 1 миллион 200 тысяч лей лишних денег. Это грубейшие финансовые нарушения. Оно влечет за собой сразу конфискацию этих средств, оно влечет наложение таких же штрафных санкций. Как только это сделано, дело забрали в Кишинев, и дело заглохло. Все, потому что там есть политическая крыша. И так по всем направлениям. Я когда слышу европейских послов, это умные люди, я с ними разговариваю, я с ними общаюсь. Они понимают реалии. Но когда я слышу европейских чиновников, что они говорят, я думаю, что эти люди летают в космосе. Мы ментально не готовы к тому, чтобы интегрироваться в Европейский Союз. И чем дальше мы двигаемся по пути Европейского Союза, тем больше я вижу действия этих организованных политических группировок на территории автономии. Вот что я наблюдаю. Я не вижу позитива движения вперед. Я вижу, как формируются кланы, которые делят сектора экономики, и которые на этих секторах зарабатывают деньги, и еще и при этом ущемляют бюджет. Спасибо. 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 Спасибо.